Руинер. Мне насрать, что игра вышла почти три года назад. Я живу в другой вселенной и в другой параллели, поэтому мне можно. Однажды вышел симулятор разбивания лиц, что заставило слегка встряхнуть игровую индустрию своим мясокомбинатом. Потом какие-то поляки захотели склеить этот самый кровавый прикол со вселенной киберпанка и... Получился Руинер. Что ещё надо знать? Я наился. Всем пока. Шучу. Чё там по сюжету? Действие игры происходит в кибернетическом будущем, где можно купить крутые имплантанты, механический писюн, короче, Россия будущего. Главный герой по имени, эээ, Руина катается, используя лист своего подъезда, и осознаёт, что забыл продлить лицензию Касперского. Что дальше? Его взламывают в первую же секунду и начинают контролировать его. Мозг же железный. Ну правильно, этот клоун прибыл с Киберлайф. Андрой, прислали из Киберлайф. Кроме того, что теперь он остался без банковской карты, его заставляет убить босса. Это одна из любимых фраз в игре. Запомните её. Устраняя на своём пути всяких дебилов, его всё-таки останавливают местные самбисты. Не потому, что он поубивал кучу людей, а потому что вышел на улицу во время самоизоляции. Поэтому он путём несложных аналитических задачек решается его расстрелять. Ну зачем ты вообще на улицу скажи, пожалуйста? Главный герой всех убивает и решает открыть дверь, ведь там сидит тот самый босс. Наш Руина срать хотел на карантин. Собственно, он не накачал свою мужскую руку с помощью традиционных методов. И... потерял её. Конец игры. Всем пока. Ну тут внезапно главного героя спасает хакерша, перезагружая ему жопу. Вуаля, кроме изнасилованного мозга, теперь ещё был похищен брат главного героя. Что остаётся в руине? Правильно, идти в гости к старому хрящу, чтобы он помогал накачать героя железного коня. А как иначе? Теперь он направляется спасать своего хоуми, и поверите, ему не раз придётся падать в грязь лицом. В конце игры будет весёлый круговорот событий. Есть разница между тем же Хатан Майами? Определённо. У вас есть куча скиллов, которые вы можете прокачивать в процессе игры. Вы сами определяете стиль игры, и... Вам это интересно вообще? Стоит отметить, что игра порядком сложнее, чем Хатлайн Майами. Если, конечно, вы не конченый дебил и не играли на лёгкой сложности. Потому что весь кайф этому мордобоя чувствуется на сложной сложности. Возможно, вам не понравится управление. Ну хер его знает, мне зашло. Самое зашибись, это саундтрек. Субтитры сделал DimaTorzok Решать вам. Лично я наиграл 30 часов, хотя игра проходится меньше, чем за 10 часов, и мне хорошо. Если вам не понравился этот видос, то ставьте дизлайк. И вообще, какого хера вы его смотрите до конца? Идите смотрите за нудных обзорщиков. А если вам зашло, и вы хотите ещё таких приколов смешных, то ставьте лайки. А ещё отпишите, на какие игры надо сделать угарный обзор. Это был канал Rose Gold Studio, меня зовут Сам Саныч, всем пока. Сука, вы только посмейте что-то сказать про мою картавость, я вам такую кашу строю в жопе.